900 дней мужества. Так называется выставка, посвященная блокадному Ленинграду, которая открылась в Чебоксарах. Знакомилась с экспозицией и слушала тех, кто помнит эти страшные дни, Ольга Пырочкина. Галина Персидская помнит эти звуки. Ей было пять, когда началась война. Отец ушел на фронт, ее вместе с мамой и младшим братом эвакуировали из блокадного города. По обстоятельствам в Ленинграде осталась бабушка и старший брат Толик. Их родные больше никогда не увидят. Каждый год раньше, а сейчас все реже и реже, мы приезжаем в Ленинград. И приезжая в Ленинград, первое, что мы делаем, это обязательно посещать Пискаревское кладбище. Посещаем, потому что мы четко знаем, что там покоронена моя бабушка. Похожую историю могут рассказать еще более 600 тысяч семей, чьи родные лежат там же, на Пискаревском. Увидеть своими глазами, сколько это, 125 грамм хлеба, которые надо растянуть на целые сутки, сейчас можно в музейно-выставочном центре в Чебоксарах. Там открылась выставка «900 дней мужества». Молодежная команда Общероссийского народного фронта выступила партнером и провела акцию «Открытка памяти». Как выживали люди, как им тяжело было в это время. Там, в первую очередь, человек, когда холодно, и он еще голодный, я не представляю, как они выживали в это время. Эта акция направлена на то, чтобы люди, которые живут сейчас в мирное время, всегда помнили подвиг ленинградцев, подвиг не только солдатов, которые служили в Ленинграде в то время, но и простых людей. Всегда помнит, поэтому и не мог не прийти на открытие выставки Михаил Абрамович Ларин. В 41-м ему было два года. Сейчас в Чебоксарском совете ветеранов он отвечает за патриотическое воспитание молодежи. В 45-м году война закончилась, отец пришел к нам, зашел на рынок, купил мешочек лесных орехов. Вот с этого момента началась мирная жизнь. В Чебоксарах увидеть фотографии жизни осажденного города и другие экспонаты из фондов Музея Победы можно будет до 31 марта. Ольга Пырычкина, Бахтияр Велиев, Республика.